Обзор комплекта материнской платы от Hermiter X99 и серверного процессора 2678v3. Процессор обладает большим количеством ядер и потоков, которые смогут выполнять рендер тяжелых проектов. У данной платы больше плюсов, чем у Huana или Plex HD, а ссылку на их обзоры я оставлю в описании под видео. Процессор 2678v3, 12-ядерный и 24-поточный, с функцией Turbo Boost. Плата выполнена достаточно качественно, сборка заводская. На цепях питания установлен массивный радиатор. Разъем питания процессора 8-пиновый. Два разъема PCI-X16 поддерживают функцию AMD Crossfire. Главная видеокарта нижняя. Место под установку NVMe накопителя расположено под видеокартой. На плате установлен индикатор посткодов. Самое главное отличие от плат Huananzi и Plex HD, это наличие 8 полноценных портов SATA 3.0. На плату смонтирована стальная пластина с нарезанной резьбой, что позволяет избежать использования пластиковых переходных рамок. Для охлаждения процессора я установил кулер Deepcool, модель Lucifer V2. Он способен охлаждать самые мощные процессоры. На плате большое количество портов USB 2.0 и 3.0. Встроенный звук и сетевая карта. Основные характеристики платы. Сравнение производительности проведу с шестиядерным процессором 1650 V2. Processor 2678 набрал 1723 балла, а процессор 1650 V2 с двое меньшим количеством ядер набрал ровно 939 баллов, в два раза меньше. Тест GPU выполнял на карте 1060, модель с шестью гигабайтами, 2678, 112 фпс, 1650 V2, 92 фпс. Cinebench R20. Тест очень требовательный к мощности и производительности системы. 2678 V3 с двенадцатью ядрами набрал 3793 балла, а процессор 1650 V2 набрал 2031 балл. Corona 1.3. Рендер сцены с BTR. 2678 V3 выполнил рендер сцены за 1 минуту 59 секунд. 1650 V2 за 3 минуты 34 секунды. Adobe Premiere Pro. Тест времени рендера одного ролика с моего канала. 2678 V3 выполнил рендер за 5 минут 33 секунды. 1650 V2 за 7 минут 36 секунд. И сборка на Ryzen 3 600 за 4 минуты 56 секунд. Данный тест показал, что результаты очень близки к народной сборке на процессорах Ryzen 3600. Общая производительность системы очень высокая, а цена ниже в два раза. Наличие 12 ядер намного опережает своих собратьев 6- и 8-ядерные процессоры 1650 или 2689. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Игорь Негода. 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 Игорь Негода.